Великобритания становится менее привлекательной для трудовых мигрантов. По словам экспертов, это связано с тем, что страна скоро покинет ЕС. Теперь работодатели опасаются, что после Brexit они и вовсе потеряют всех своих иностранных работников. В то время как от дешевой иностранной силы зависят многие сектора экономики. На этой ферме на юге Англии выращивают фрукты. Трудятся здесь чуть более тысячи сезонных рабочих. Но из-за падения курса фунта стерлингов их зарплаты тоже сокращаются. Кроме того, с марта 2019 года европейцы лишатся свободного въезда в Великобританию. Поэтому для рабочих страна становится все менее привлекательной. Людям хочется стабильности и определенности. Поэтому работники из Восточной Европы обдумывают возвращение домой, потому что экономики в их странах немного восстановились. В этом году в королевство приехало на 17% меньше рабочих, чем годом ранее. А сами британцы на сезонную работу не соглашаются. По словам фермеров, нехватка дешевой рабочей силы может привести к росту цен на продукты. Некоторые производители уже подумывают о том, чтобы переместить свои фермы поближе к работникам. У нас есть партнеры, которые поставляют нам фрукты. Мы подумываем о том, чтобы начать в Польше производство под собственным брендом, вместо того, чтобы закупать. А вот для мелких производителей это не вариант. По их словам, если не придумать другие схемы, многие фермы просто разорятся. Страна в скором времени начнет импортировать овощи и фрукты из-за границы, в то время как ее собственный урожай будет гнить на полях. Политическая нестабильность топит нас. В 2019 году фермеры могут оказаться на краю пропасти. В июне прошлого года свыше половины всех британцев проголосовали на референдуме за выход страны из Евросоюза. В конце марта этого года Лондон объявил о запуске процедуры Brexit. Переговоры об условиях займут два года. Асим Хасенко, Зажуда, Сатагильдиева, Хабар, 24.